Одни вязали носки, другие – специальные перчатки. Акция «Связующая нить» объединила старшее поколение скитимцев. Желание помочь военнослужащим привело и к личным рекордам. Анна Левченко связала 35 пар шерстяных изделий. Галина Зорина – 90. Это наш долг, и мы должны помочь. И тем более, что наше поколение отзывчивое на эти все субботники, помощь или еще что-то такое. Так что я думаю, что мы обязаны это сделать. Я сижу на диванчике, вяжу, с добрым словом. Иконки вкладывала. Уже конфетки нет, когда они дойдут, там размажутся. Иконки вкладывала. Чтобы не все же с собой иконки. Надо за что-то держаться, надо соломенько пусть будет. Итоги акции, как и всей годовой работы, подвели на встречу актива Совета ветеранов с руководством города. Также сегодня ставят задачи на ближайшее будущее. Будем участвовать и в субботниках, и в уборке территорий, и в посадке деревьев, и в разбивке цветников, что мы делаем. Затем любые мероприятия, которые проходят в городе, касающиеся жизни города, касаются и нас. Мы везде участвуем. А сегодня особо актуальна наша помощь, работа по помощи на специальную военную операцию. В свою очередь Сергей Владимирович рассказал пенсионерам о том, что будет происходить в городе в этом году. Доделают парк индустриального микрорайона, установят полосу препятствий. Приступят к реконструкции сквера в микрорайоне Ложок. В рамках программы БКД отремонтируют несколько участков дороги. Заключен один муниципальный контракт. Как только условия погодные позволят, подрядчик на участок дороги выйдет, будет проводить капитальный ремонт. Это дорога от путепровода нашего и до пересечения с улицей Советская. На выходе у нас проект дороги от трассы Р-256 федеральной мимо Зари, мимо поликлиники, мимо двух школ 9-11 с выходом на проспект Юбилейный. На сегодняшний день экспертиза активно проверяет наши документы. Надеемся, что до 1 апреля мы получим экспертизу положительную и успеем в этом году этот участок дороги отыграть. И также его в этом году строительная организация приведет в нормативное состояние. Ветераны задали свои вопросы главе города. Они касались некачественной уборки тротуаров, плохого качества остановочных павильонов и движения автобусов. Исполнение поставлено на контроль администрации. Исполнение поставлено на контроль администрации.